354 финалисты из всех 14 регионов Приволжского федерального округа приняли участие в региональных финалах конкурса «Лидеры России». Из их числа отобрали 35 победителей. Среди тех, кто показал наивысший балл – представитель Сарова, председатель городской думы Антон Ульянов. Не первый раз он участвовал в этом конкурсе, но первый раз вышел на региональный уровень, где сразу победил. Конкурс проходит в несколько этапов. Первоначальные этапы – это этапы тестирования. Причем идет тестирование интеллектуальных способностей, это и вычислительные способности на скорость, это способности логически мыслить, знания русского языка. Это возможность, во-первых, себя подиагностировать, очень хорошая, во-вторых, поконкурировать с ребятами со всей страны. Затем был очный этап. Жюри смотрела, как команда выполняет задания, обращала внимание на то, как конкурсант взаимодействует с коллективом, как ему удается себя проявить и оценивала лидерские компетенции. Лидеры России – это флагманский конкурс президентской платформы «Россия – страна возможностей по поиску разного рода специалистов, их конкурсному отбору и дальнейшему обучению». Из тех 300 человек, которые попали в финал, 100 человек будут объявлены победителями. Вот победитель получает миллион рублей в качестве образовательного гранта и может по какой-нибудь платной программе пройти обучение. Получает наставника федерального уровня, будь то губернатор, министр. Самое главное – то, что победители вступают в лидерское сообщество, объединяющее людей самых разных взглядов и интересов. Но все они активны, энергичны и готовы вести серьезную работу на благо страны. Многие победители лидеров России впоследствии получили знаковые должности на региональном и федеральном уровнях. И возникает вопрос, готов ли председатель нашей думы к крутым поворотам в карьере. «Я, конечно, понимаю, что категорично говорить «да, готов» или «да, нет, не готов» – все, конечно, зависит от предложения, которое возникает. Потому что бывают предложения, от которых просто невозможно отказаться». Все победители окружных финалов прошли в суперфинал конкурса, который состоится в 2022 году.